я бегаю 110 с барьерами а у нас сегодня 110 урок сад благодарности представляете что доказывает нам что не знает человек то что с ним будет правильно не знает вот хорошо но я очень доволен честно вам скажу что я очень доволен я даже не представляю чтобы я делал религиозным вообще мне непонятно да вообще вот так вот смотришь как люди живут нерелигиозные я не понимаю вообще как они живут зачем что им вообще в жизни нужно да и ну непонятно хорошо дорогие друзья значит мы сегодня уже мы заканчиваем книгу прямо все мне прям жаль что мы заканчиваем книгу сад благодарности прямо мы сейчас на 12 главе я вам скажу что так мы на 12 главе что она со звуком 1 2 3 4 5 все и звук значит мы на 12 главе и уже это 12 глава я думал на чем будет сейчас говорить о чем говорит сейчас раф шалмаруш он как бы уже всю систему нам дал то есть всю систему нам передал очень красиво прямо четко последовательно сейчас он в 12 главе как я понял из начала главы он дает доказательства из других систем то есть есть например вот мне сейчас утром прислал мой друг он он хабанник и сейчас чтобы было ему рифа шлама ему прямо сейчас делается операция шлома бен алла его зовут его сейчас везут на операцию ну он попросил за него помолиться вот чтобы ему было рифа шлама значит и он не присылает когда-то нашего раввина в киеве он учил был учитель моих сыновей раввели хэшин присылает и он как раз бресла в стихо ситва то что мы сейчас изучаем и он присылает его видео где он говорит что рабейну робин ахман сказал что главное это радость радость симха это митсвах доля льет бы симха большая заповедь быть в радости и он говорит мало этого сказал робин ахман что радость это основа всех других заповедей то что мы здесь учили что одна из целей жизни человека научиться выполнять заповеди именно в радости радость от выполнения заповеди а вторая что сказал робин ахман что грусть уныние это основа всех преступлений на них базируется потом все что человек делает плохое но логично ему плохо грустно он пошел напился потом что-то украл кого-то убил кого-то изнасиловал понятно что начало все просто скучно было до чего-то вообще туда полез ну сидел скучал не надо так скучать значит а если чек радостный что он будет делать он дальше будет радоваться класс хорошо то есть радость она его наполняет ему нового ничего ему не нужно ни никуда бежать до когда он радостно сидит себе спокойно чем убежать куда-то а когда не хватает вот это как раз и есть причина всех преступлений логично сказал робин ахман теперь но я ему на это отвечаю моему другу которому сейчас операция говорю саша его звали раньше саша сейчас шлома но есть робин ахман а есть например рэбби милюбавич до которые хаббат основатель хаббата это альтеры рыбы и последний рыбы был рабе милюбавич 7 он говорит что главное это не радость а главное это допустим я не уверен что он так говорит но как я понимаю это последний рыбы говорит главное это быть неравнодушным к другим и помогать им начать выполнять заповеди то есть самое главное это добро ну то есть он был очень активный в том что ты не можешь сидеть ты должен быть все время проводником торы приближать других евреев приближать весь мир приближать всех к всевышнему в этом и есть любовь к богу в том что ты не сам сидишь как праведник в шубе и кайфуешь а ты выходишь из своего удобного положения и идешь значит к людям это был последний любопытный рыбы он не горюшую радость это самое главное и вторую что есть в хаббате отличительная черта их пути служения это бетуль то что они называют бетуль это убирание свой собственного эго только как ты его убираешь собственное когда ты раз дворяет растворяется в нуждах другого человека до когда ты именно забывая о своем удобстве о себе ты едешь там эти шалейхи хаббатские раввины поехали в самые какие-то там дальние места и вот они там селились они там жили и они ну то есть жертвовали собой бомесрутных это как самопожертвование ради других я ему это говорю что смотри поэтому радость это прекрасно но есть другие варианты значит а здесь раф шаломаруш 12 главе что он нам говорит он начинает с того что вот благодарение и упование значит благодарность и упование на всевышнего это то что мы уже учили в этой книге в самом начале что доверие всевышнему и веря вера в то что все будет хорошо это одна из основ веры но главное можно сказать основа веры и если ты приобретаешь вот этот момент вот я вам скажу сейчас о себе мы эту книгу уже учим с октября месяца когда мы учили этот момент когда мы его проходили у меня был вот этот момент упование то есть я не сомневался я делал какие-то вещи бог поможет бог поможет чё должен волноваться бог поможет и у меня было очень такое прям внутри состояния ну просто рай как он и обещал сейчас чуть-чуть мы уже ушли в другую сторону учиться и вот этот момент упование на всевышнего он начал чуть-чуть у меня гаснуть и я прям чувствую как гаснет упование на всевышнего возрастает тревога о будущем и начинаешь тревожиться может так может так наверное надо так сделать а может так это создает дикое напряжение внутри ну то есть я не могу сказать что тревожный человек но когда ты начинаешь сам пытаться гарантировать себе свое будущее и каким-то образом его контролировать то в этот момент наступает но это карточный домик ты не можешь его контролировать то есть фактом является то что не знаю человек что с ним будет и когда он пытается вот это вот свое незнание упаковать в контроль кто-то это это как контролировать в воздушные и песочные замки которые будут в будущем ты не можешь их контролировать а если ты не полагаешься на всевышнего то тебе страшно если ты полагаешься тебе хорошо вот он говорит благодарение и упование на всевышнего это главные вещи которые мы изучили в этой книге благодарность она позволяет установить со всевышним отношения любви радости и теплые такие близкие отношения и она дает как бы тебе материал надежда на будущее тоже то есть если ты благодарны сегодня то ты можешь экстраполировать это да то есть ты можешь сделать проекцию на будущее мне сейчас хорошо мне будет хорошо если ты сегодня не благодарны мне сейчас плохо мне будет плохо вот эта разница мышления пессимиста и оптимиста что пессимист он как бы как сказать возможно пессимист вот тут смотрите как как она работает возможно пессимист он думает так ой будет плохо будет ужасно будет плохо будет ужасно потом она не так плохо как он думал и он как бы в этот момент расслабляется чуть-чуть но он все равно живет в постоянном серости негативе и страхе. Оптимист, он живет в радости, то есть он говорит трудности временные, будет все хорошо, вера там и так далее. То есть оптимисту как бы ему приятнее жить, конечно, намного. Но он говорит здесь, он не говорит, а просто как психология, оптимизм, пессимизм. Он говорит, благодарение и упование, это две главных вещи. Упование, что Бог сделает все хорошо, благодарение за сегодня. Дальше он пишет, все мы знаем, что молитва лучшая подмога человеку в этом мире. И молитвой можно одолеть любую беду, отменить любой приговор, добиться какого угодно чуда. Но он говорит дальше, когда человек находится в смятении, бывает, что он прям чувствует, что не может прийти к Всевышнему с молитвой. Почему он не может прийти? Потому что, как есть такая, одно из 98 проклятий, которое написано в книге Дворим, когда Всевышний сказал, что если вы от меня отвернетесь, если вы от меня отвернетесь, то и там идет 98 проклятий. И одно из них он пишет, это я совершенно сокрою лицо мое в тот день. То есть, я сокрою лицо, не будет у вас коннекшена, не будет контакта. Как первая глава притчи царя Соломона, он говорит в первой главе, будете искать меня, а не найдете. Будете кричать ко мне, а нет ответа. Почему? Потому что, когда к вам приходили пророки, когда я к вам обращался, когда было все хорошо, вы меня забыли? Теперь я вас предупреждал многократно, но вы меня забыли? Теперь вы, когда вам плохо, меня вспомнили? Ну нет, уже все. То есть, вы настолько отодвинулись от меня своей неблагодарностью, своими действиями, что сейчас вы кричите и нет. И придет шоа. Прямо написано в притчах царя Соломона, на иврите, слово шоа это катастрофа. И придет катастрофа. Первая глава притчи, три тысячи лет назад царь Соломон примерно ее написал, поэтому, и оно сбывается так в каждом поколении, в каждом столетии. Но здесь он нам дает очень, очень такую оптимистичную, оптимистичную, дает нам решение. Он говорит, да, если существует приговор о сокрытии Лика Всевышнего, значит ли это, что уже ничего невозможно сделать? И тут он приводит, что интересно, вот в этой главе он приводит мнение других великих праведников, раввинов, не своего учителя, Рабина Ахмана, то есть он бресловский хасид, ученик Рабина Ахмана из Бреслова. Но Рабин Ахман, он был внуком Бальшим Това. Был такой, что же оно опять сбилось, о, почти, о. Рабин Ахман был внуком Бальшим Това, и Бальшим Тов, это был основатель хасидизма. У Бальшим Това было много учеников разных, и бресловские хасиды, ученики Рабина Ахмана, это одна из ответвлений, один, для них самая главная радость. А были, например, вот он тут приводит, Слонимского Рэбы. Он говорит, Слонимский Раби, это Раби из города Слоним, понятно, да защитят нас его заслуги. Пишет, что это не так. Упованием можно обрести помощь Творца и во время сокрытия лика. То есть тот, кто, что такое упование, это твердое знание того, что Всевышний любит без всяких условий. И Бог сказал народу Израиля, Сыны, Атем ляшемел кэхем, сыновья вы для Бога Всесильного вашего. Что такое сын? Это как продолжение, да? Теперь и что? И получается, что сыном же надо быть. Где же ты сын, если ты ведешь себя не как сын? И чтобы стать сыном с Богом, нужны отношения, как у сына с Богом. Какие отношения? Прежде всего нужно осознать, что ты сын. Теперь, а признать, что ты сын, это значит принять волю Всевышнего. И он говорит, что тот, у кого есть упование на Всевышнего, упование, что такое вот упование? Это стопроцентное знание, что кроме тебя никто не поможет и что ты поможешь. Это называется упование. Но как добиться такого стопроцентного знания? Как добиться вот такого истинного, упования на Всевышнего? Значит, и тут он приводит интересный отрывок из пророка Ирмияу. Пророк Ирмияу говорит так, значит, это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление. Получается, в какой момент человек, он чувствует, что ему кроме Всевышнего никто не поможет, в час бедствия в падающем самолете нет атеистов, да, то есть в час бедствия никто не поможет. Теперь можно спросить, а почему же тогда, почему же тогда, значит, есть самолеты, которые падают, есть же самолеты, которые падают. То есть, если мы скажем, что в час бедствия у человека есть полное упование, а полное упование опозначает спасение. То есть, он пишет, упование на Всевышнего, это типа, ну вот вообще, оно отменяет любые приговоры. Но мы знаем, что самолеты все-таки иногда падают. Что получается? Получается, что возможно, почему же есть самолеты, которые падают, а есть самолеты, которые не падают. Есть чудесные спасения, а есть, есть, вот я лично знаю историю, это было где-то, ну, в течение последнего года, упал самолет, это был какой-то военный самолет, там было около 40 солдат, и один из них остался жив. 39 погибло, один остался жив, это было в Украине. И почему один остался жив, а 39 погибли? Что у одного было упование, у других не было упования? Не знаю я, нет у меня ответа на этот вопрос, но я знаю, что во многих случаях, я могу так сказать, что во всех случаях, когда самолеты начинали падать, или была какая-то турбулентность, или опасность, во всех 100% случаев люди молились, потому что, ну, это когда у тебя уже нет надежды никакой, понятное дело, что все начинают молиться. В каких-то случаях люди спасались, и я думаю, в большинстве случаев люди спасались, то есть, в большинстве случаев эта система срабатывала, в меньшинстве случаев, то есть, падает меньшинство самолетов, большинство самолетов не падает, и даже те самолеты, бывает, самолетом у него шасси отказал, там двигатель отказал, что-то там отказало, и пилоты, ну, то есть, он садится, люди остаются живы. В некоторых, в некоторых случаях, почему в некоторых случаях падает, не знаю, но здесь он пишет, что настоящее упование на Всевышнего, оно отменяет все приговоры, отменяет все приговоры. Ну, здесь, знаете, что может у меня быть такая идея? Мы с вами, как люди материальные, и маловерующие, да, о, вот это вот Давид, прямо у меня, Давид Михаэль, он прямо у меня, прямо изо рта вытащил то, что я хотел сказать. Значит, мы, как люди маловерующие, материальные, значит, плоды, мы-то все из Советского Союза, мы, можно сказать, плоды, идеологическая машина, которая перемалывала, просто перемалывала все аспекты человеческого мышления, менталитета, чтобы сделать неверующими, да, людей, которые жили в Советском Союзе, и мы видим, что насколько эта машина мощная, потому что до сих пор, вот если посмотреть на такие страны, как Северная Корея, например, да, насколько людей можно идеологически просто, как сказать, перепрограммировать, и вот две Кореи, Северная Корея и Южная Корея, между ними граница, один и тот же народ, и совершенно вообще разная жизнь, разные идеологии, разные подходы, там, ну, вообще страхи, насколько может, можно человека идеология, пропаганда и поменять. И вот, значит, для нас, вот то, что Давид сказал, для нас падающий самолет, это конец всего, а он говорит, нет, это тоже воля Всевышнего, и те люди, которые в этом падающем самолете уповали на Всевышнего, Всевышний им сказал, как бы сказал, да, ребята, все отлично, не переживайте, вот сейчас быстренько, значит, вы из этого мира перейдете в духовный мир, там вас уже встречают ваши родственники, которые вас очень ждали, встречают вас с хлебом с солью, значит, здрасте, все отлично, не переживайте, все подготовлено. А то, что вы перед смертью уповали, вы сразу переходите в пентхаус, в раю, то есть, этим вы себе улучшили свой духовный уровень, просто вы всю жизнь, значит, там вообще непонятно, чем занимались, а сейчас в последний момент, то, что вы так на меня уповали, значит, вы сразу джекпот выиграли, выиграли в лотерею жизни, и попадаете сразу в самое лучшее духовное место, которое только может человек за жизнь заработать. Поэтому, действительно, вот этот вот момент, что упованием ты улучшил свою ситуацию, улучшил свою ситуацию в духовном плане. Да, в физическом это тоже отражается. Сегодня как раз восьмой день, восьмой день, восьмая глава притчи царя Соломона, и там есть отрывок, восьмая глава, насколько я помню, восемнадцатый отрывок, и там написано так, ошер вековод, значит, богатство и почет, богатство и почет, сейчас, ошер вековод, отек, отек, не помню, выскочил у меня, но я даже вот сегодня же, а вот же этот отрывок, да, вот этот отрывок, все, сейчас я вам скажу, что это за отрывок, секундочку, секундочку, вот у меня Мишля, я сегодня прямо этот отрывок повторял, но сейчас он у меня не всплыл почему-то, вот, ошер вековод, ити, он, отек, уцдака, значит, здесь, как бы, восьмая глава, она говорится о том, что дает Тора, что дает человеку, и в восемнадцатом отрывке, там написано, богатство, почет, вместе со мной, то есть, вместе с Торой приходит и богатство, и почет, он, отек, значит, большое, большое имущество, отек, это как бы, ну, такое, большое имущество, уцдака, и милосердие, но комментарий говорит, что милосердие, отцдака, это значит, что оно приходит не по тому, что ты прям гарантированно это получаешь, что когда ты погружаешься в Тору, начинаешь изучать Тору, и у тебя есть намерение, допустим, разбогатеть, не у всех есть такое намерение разбогатеть, и не все хотят этого сильно, не все об этом думают, но если у тебя это есть, тогда ты это все получаешь, и это ты получаешь, как дцдака, все равно ты должен знать, что это подарок от Всевышнего, это не сказать, да, я там заработал все, все, что Всевышний нам дает, это подарок от Всевышнего, и вот, значит, давайте вернемся, да, к что нам говорит Раф Шаламаруш, он нам говорит, что упованием на Всевышнего можно изменить все плохие приговоры, и молитва, все, вот это вот то, что он нам говорит, дальше он приводит доказательства от разных раввинов, праведник из Бердичева, значит, дальше от чего, пишет святой рабе из Зоовруча, то есть он решил, решил, как бы для читателей книги религиозных, которые не принадлежат к течению Бресловских хасидов, он решил подтвердить, вот эту вот систему, которую он получил у своего учителя, раби Нахмана, решил подтвердить другими авторитетами, то есть он говорит, вот раби Мислоним, раби такой, раби такой, 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 он говорит, нет здесь противоречия с другими подходами кто ли, то есть это, как бы, говорит очевидный факт, который мы можем найти у многих других праведников и мудрецов, кроме раби Нахмана, что главное, это вера, что такое вера, это, что все от Всевышнего и упование на Всевышнего, что все будет хорошо, и над этим надо работать, но я вам скажу так, что вот когда это изучаешь, оно как бы включается, когда ты не изучаешь природа человека, природа человека, она ведет его, как только ты падаешь на уровень материальности и как только ты начинаешь смотреть на мир или чувствовать как животное, тогда понятно тебе, но ты все равно стоишься человеком, и ты думаешь, а что дальше? Страшно, ты не контролируешь свое завтра, мы не контролируем, никто не контролирует свое завтра, и тут можно только, или ты полагаешься на Всевышнего, или не полагаешься. И теперь смотрите, как интересно получается. Если Всевышний тебе дает добро, ты неблагодарный, то ты, получается, делаешь преступление, то есть ты как бы, ну это пренебрегаешь тем, кто тебя обеспечивает. Как было, когда народ Израиля вышел из Едипта, и они начали сомневаться, есть ли Бог среди нас? И сразу на них напала Малек. Теперь возникает вопрос, как они могли вопрос такой задать, есть ли Бог среди нас? Ман падает, море раступилось, десять казней, только что их вывели из рабства двухсотлетнего, где они были рабами. Что за вопрос, есть ли Бог среди нас? То есть теперь, когда у человека все хорошо, а он спрашивает, как дела? Плохо. Это неблагодарность, как плохо? Баруха Шем, слава Богу, и так, и так, и так, хорошо. А что? Ну, есть вещи, которые не так, как я хочу, но Всевышнему виднее. Это как раз та позиция, которая, которая и создает, это норма, это не что-то сверх нормы. А что сверх нормы? Сверх нормы, когда что-то плохо. Ты говоришь, мне кажется, что это плохо, но я-то знаю Бога. Он же меня с детства вообще, я родился, он папу моего содержал, маму содержал, дедушку содержал, бабушку содержал, прадедушку содержал, прапрадедушку содержал. Все выжили, не умерли, тигры их не съели, от холеры не умерли, от чумы не умерли. Я тоже с детства вообще расту. Он меня столько выздоравливал, от всего, от всего. Сейчас мне кажется, что есть проблемка, да? Но я уповаю на Всевышнего. Бог, милостивый, добрый. О, это уже уровень. Вот это уровень, которого достаточно, чтобы сдвигать с места то, что называется приговоры, какие-то плохие последствия того, что я сам натворил. Потому что, что такое сегодняшний день? Это последствия моего вчерашнего дня. То есть, это же не кто-то сделал мою жизнь. Я здесь потому, что я вчера делал так, позавчера делал так. И то, что я когда-то бегал 110 метров с барьерами, вот, может, я поэтому сегодня 110 урок и провожу. Все связано, все последствия. Если последствия плохое, кто сделал причину? Ты сам и сделал. Когда ты идешь ко Всевышнему, говоришь, я уповаю, что ты причину сдвинешь, что ты сдвинешь ради меня все законы, мироздания, причинно-следственной связи, и вот это то, что мне не нравится сейчас в моей жизни, ты как-то это убери, пожалуйста. То есть, сделай так, чтобы мир перестал двигаться по причинно-следственным связям. Это просьба странная чуть-чуть, да, с точки зрения логики. Но выполнимая, потому что тот, кто на негатив, он в состоянии сдвинуть свое мышление и перестать это воспринимать как негатив, а довериться Всевышнему, это тоже не норма. Это тоже конкретно не норма. И тот, кто здесь сумел себя изменить в ненорму, преодолеть свой эгоизм, свою гневливость, раздражение, там и так далее, пессимизм, тот может рассчитывать на такое же отношение со стороны Всевышнего. То есть, тут хотя бы, ну, есть в этом логика. Вот. Понятно, да? Ну, живы же остались. Их раскулачили, они бежали из Казахстана в Улан-Удэ и Бурятия, но живы-то остались. А сколько людей не остались живы? То есть, вот поэтому спасибо Всевышнему, что спас бабушку. То есть, он, значит, вашу семью любит, тебя любит, всех любит. Все, спасибо Всевышнему. И это дает возможность хорошо себя чувствовать и уповать на Всевышнего дальше. Все, сегодня у нас очень зато полезный такой урок, практичный урок здесь, в этой книжечке просто есть. Ну, это больше психология такая, да? Это чистая психология, happiness. Но написал Равину. Он говорит, смотрите, ну, оно все связано, да? Вот счастье, оно является следствием благодарности Всевышнему и упования. Пишет здесь Рав Зелек Плистин, называется сегодняшний урок sense of accomplishment, ощущение завершения. Вот пишет, он приводит жалобы, там, людей, которые к нему обращались. У меня есть все, что мне нужно, но жизнь моя, она выглядит пустой, пустая у меня жизнь. Я трачу очень много времени на всякие деятельности, на всякую деятельность, но я чувствую себя перегруженным и frustrated, ну, как frustrated, в общем, таким запутавшимся, да, frustrated, запутавшимся. Я вовлечен во много проектов, но я никогда не вижу, чтобы они закончились и чтобы я создал что-то значительное. Это жалобы. Он говорит, конечно, говорит, вы как раз почувствовали очень важную особенность, которая есть в людях. We all need, нам всем необходимо чувство завершенности. То есть, в момент, когда человек завершает, так, что-то здесь у нас телеграмм, в момент, когда человек завершает какой-то проект, в момент завершения какого-то проекта у человека вырабатывается, если говорить про физиологию, гормон дофамин, который дает чувство уверенности и завершенности. Но он вырабатывается в момент, когда мы что-то завершаем. И он говорит, нам всем нужно чувство вот этой завершенности, завершать что-то. И люди, которые занимаются различной деятельностью, им, когда они чувствуют ощущение вот этого аккомплишмента, завершения, окончания какого-то проекта, какого-то этапа, они становятся счастливыми. Теперь, дальше он говорит такую вещь, что очень важно быть вовлеченным в значительную для тебя деятельность, в которой у тебя есть вот эти моменты завершения. И тогда у тебя жизнь наполняется значением и становится целенаправленной. Здесь он говорит, что эта потребность очень большая. И эту потребность можно удовлетворить через обучение. Вот мы, например, закончим книгу сейчас. Сейчас 12-я глава, нам осталось 12-я, 13-я. Аккомплишмент. То есть, есть книга законченная сад благодарности. Я очень люблю, я эту информацию это уже давным-давно знаю, и я поэтому очень люблю начинать и заканчивать проекты. Это очень важно. И неважно, какой он большой, маленький. То есть, я когда это понял на заре своей карьеры как коуч-тренер, то есть, коучинг это постановка целей и их достижения. Это моя основная профессия, если взять в мире, я коуч. Так, я помогаю людям ставить и достигать цели. И сам я лично в свое время, когда я это понял, что завершение достижения целей дает невероятную полноту жизни. То есть, без этого вообще ты просто в каком-то постоянном движении и вот эти замки из песка, они рассыпаются. Но, когда ты ставишь себе цели, их достигаешь, маленькие цели, средние цели, цель на неделю, то в этот момент у тебя как бы жизнь, она наполняется вот этой вот уверенностью, энергией, да. И у меня получилось, я начал вначале писать статьи, начал, завершил статью, 20 статей, 30 статей, книга, еще книга, книга став цели, книга 10 заповедей успеха, книга живи 7 заповедей энергии и здоровья, марафон, каждые полгода полумарафон. То есть, чем больше у тебя завершенных, нарезанных вот этих кусочков аккомплишмент, когда ты достиг цели, тем ты больше наполняешься вот этой вот энергией и уверенностью в себе, что я могу начинать и завершать. Поэтому нужно начинать, ставить цели маленькие, начинать с минимума, минимум 100% максимум, да, и вот он здесь пишет эту вещь, что не обязательно это должны быть какие-то цели огромные, gaining knowledge, как бы, когда ты приобретаешь знания, это цель, вот я недавно закончил курс Ельского университета, называется Science of Wellbeing, наука благополучия, да, отлично, у меня диплом, я такой счастливый, вчера сдал экзамен, первую часть я закончил курса Positive Psychology у Мартина Селегмана, то есть каждый раз и надо уметь закончил, отпраздновал, закончил, отпраздновал, прямо конкретно, урок сегодня 110-й прошел, сели, чайку выпили, отпраздновали, молодец, то есть это тоже цели, теперь можно быть частью какой-то организации, тогда у тебя есть праздники, завершение организации, какие-то проекты, даже если ты вне волонтер, закончили хорошо месяц, все, отпраздновал, дальше, изучать какой-то New Skills, каждый месяц ты можешь выучить какой-то новый навык, отлично, или ты совершенствуешь старый, то есть множество возможностей, если ты, значит, главное здесь что? Главное ставить и достигать цели, если ты даже сегодня не ставишь и не достигаешь цели, сейчас, секундочку, вот у меня, даже если ты сегодня не ставишь и не достигаешь цели, то у тебя же есть достигнутые цели в прошлом, ты можешь поднять список всех достигнутых целей и праздновать их достигая, 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 вот это хороший понятный инструмент, который легко внедрит в свою жизнь и он увеличивает счастье, и он соединен с благодарностью, потому что, когда ты достигаешь любую цель или вспоминаешь уже достигнутую цель и за это благодаришь Всевышнего, то ты выигрываешь две как бы вещи, то есть у тебя есть чувство завершенности и у тебя есть и у тебя есть чувство завершенности и у тебя есть благодарность Всевышнему. Все, спасибо вам огромное, чтобы была ле-лу-ни-шама-бу-рух-бен-авраам, это мой папа, скоро его йорцает, чтобы была рфа-шлома-бен-ала, который сейчас на операции, чтобы вернулись все пленные из плена, чтобы закончились все войны, чтобы сила от нашего урока, она помогла людям стать благодарными Всевышнему и Всевышний перестал к нам взывать через войны, проблемы, страдания, а именно мы за счет благодарности общались со Всевышним только через любовь. Он-то нас и так любит, чтобы мы эту любовь видели, нужно включить благодарность. Все, спасибо всем огромное и спасибо вам за то, что помогаете в АИКРА. Мы сейчас начинаем новый этап в развитии, делаем онлайн-школу Жизнь по Торе, очень делаем CRM-систему, мы хотим каждому помочь построить индивидуальный график обучения и в онлайне дать ему все возможности, поэтому ваша помощь очень для нас важна. Все, спасибо огромное, встречаемся с Божьей помощью завтра. Счастливо!